В Чонжи было так жарко, что у меня не было сил остановиться и заснять свою физиономию. Успеть бы снять знаменитую деревню Ханок. То, что называется деревней, на самом деле часть города Чонжи. Несколько кварталов в историческом центре. Деревня зародилась как своеобразный ответ навязыванию японской культуры корейцам в колониальный период. Корейцы целенаправленно начинают строить традиционные корейские дома с черепичными крышами. Правда, с учетом существовавших на момент первой половины 20 века технологий. Первые японцы, появившиеся в Чонжи в конце 19 века, были Иноуэ, Сютару и Муринага, Синджо. Прекрасно звучит. Из префектуры Ямагучи. Произошло это в 1897 году. Между прочим, в 1897 году появляется и Корейская империя. С тех пор японцы потянулись в Чонжи. По тогдашним законам иностранцам не позволялось ни жить внутри крепостных стен, ни торговать там. Поэтому они вели свою коммерческую деятельность в основном на рынках у южных и западных ворот в Чонжи. После подписания договора о протекторате Японии над Кореей, договора года Ильса в 1905 году, японцы устремились в Чонжи в больших количествах. Основным местом их поселения стал район с нижней стороны от западных крепостных ворот. У корейцев считалось, что место снаружи крепости для людей низших классов, торговцев, в то время как внутри крепости жили люди благородные. После открытия дороги, соединяющей Чонжи и Кунсан, основным назначением которой была доставка зерна в порт Кунсана и дальнейшая отправка в Японию. Так вот, после открытия дороги, западную часть крепостной стены снесли под давлением тех самых японцев, которые к тому времени практически хозяйничали в Корее, несмотря на формальное сохранение независимости страны. А к концу 1911 года снесли уже всю крепостную стену, за исключением южных ворот Фуннаммун. Формальная грань, разделяющая классы, исчезла, да и на законодательном уровне отменили сословия японцы. К 1930 годам в результате реформы городского планирования Чонжи был разделен симметричной сеткой улиц. Коммерческий сектор, контролируемый японцами, значительно расширился. Практически японцы теперь стали главной коммерческой силой города. В середине 1930-х видные жители Чонжи целенаправленно застраивают корейскими традиционными домами Ханок, район к востоку от южных ворот. Здесь находятся такие святыни, имеющие важное значение для корейцев, как Кенггиджон, святилище портрета основателя династии, Имокте, Омокте, связанные с фамилией династии и тому подобное. Конечно, внешний вид района очень сильно менялся после освобождения Кореи в 1945 году. Он испытывал свои взлеты и падения, многочисленные постановления правительства несколько раз меняли его статус. Однако то, что предстает нашему взору сегодня, сплав традиционной архитектуры, модных кафе и ресторанов, где можно отведать блюда знаменитой чаласской кухни, традиционных гостиниц, где гости спят по старинке на полу, королевские святилища, сохранившиеся до сих пор, Чонжжский католический собор, все это привлекает свыше 10 миллионов гостей из Кореи и из-за границы каждый год. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться, если вы еще не подписаны. Я с удовольствием буду продолжать знакомить вас с Кореей как историк и как гид. До свидания.